Женщина вышла из аэропорта. Она поймала такси и дала указания водителю. Как только они выехали, женщина начала разговаривать. Её болтовня надоела водителю. Он повернулся к пассажирке и сказал «Я не слышу, что вы говорите! Я почти глухой!» Шокированная женщина до конца поездки не проронила ни слова. Только выйдя из такси, она поняла, что мужчина ей солгал. Как она догадалась? Если бы у водителя были проблемы со слухом, он бы не смог последовать её указаниям. Детектива Фёдорова вызвали в университет, где у студентов стали всё чаще пропадать вещи. Его попросили провести расследование. Через неделю у детектива было трое подозреваемых. «Что вы делали в то время, когда произошла последняя кража?» спросил Фёдоров. Тимур сказал «Меня не было в тот день. Я отводил младшую сестру на репетицию». Алена ответила «Тат день я провела в библиотеке. Готовилась к презентации». А Рома сказал «Мы с семьёй этим летом едем в Швейцарию, так что всё свободное время я учил шведский». Детектив сразу догадался, кто сказал неправду. «А вы сможете?» Это Рома. В Швейцарии говорят на немецком, французском и итальянском, а шведский – это язык Швеции. Женя работает в одной компании с Аней, умной и милой девушкой. Он влюблён в неё с первого дня знакомства. Чтобы привлечь внимание Ани, Женя соглашается принять участие в интеллектуальной игре, которую организует их компания. Первое задание – ребус. Женя получает листок бумаги и видит на нём следующее. Парень довольно быстро разгадывает ребус. Каков же ответ? Разбитые мечты. Женя – один из немногих, кому удалось ответить правильно. Он переходит на второй уровень. Он оказывается в комнате с кучей вещей. Его задача – найти предмет, который будет служить ответом на загадку. С виду – клин. Развернёшь – блин. Осмотритесь и помогите Жене найти нужный предмет. Женя выбрал зонт. И это правильный ответ. Следующее испытание – выбраться из подвала. Здесь нет окон. Женя видит лишь одну дверь с кодовым замком. Единственная подсказка – записка, которую Женя находит в самом дальнем углу. N плюс 3, B минус 1, I минус 1, P плюс 4, L плюс 1. Сможете назвать кодовое слово? На разгадку этой головоломки Жене потребовалось больше времени. Но он всё же выбрался из подвала. Кодовое слово было «разум». Ключ к загадке был спрятан в алфавите. N плюс 3 – это R. B минус 1 – это A. И так далее. Женя стал одним из двух конкурсантов, дошедших до финала. Ему придётся постараться, чтобы победить. Парень подходит к столу, на котором стоят три чашки. Но только один из напитков безопасен. Остальные отравлены. И хотя ошибка не будет стоить Жене жизни, последствия будут не самыми приятными. Перед ним чай с сахаром, капучино и горячий шоколад. Какой напиток выбрать? Если бы в чае действительно был сахар, он бы полностью растаял. Но этого не произошло. Капучино выглядит подозрительно зелёным. Скорее всего, пить его небезопасно. Женя выбрал горячий шоколад и победил. Теперь-то Аня уж точно его заметит. В туалетных кабинках три женщины. Попытайтесь угадать, какая из них беременна. Та, у которой кроссовки не зашнурованы. Беременным бывает сложно нагибаться, чтобы завязывать шнурки. Два человека родились одновременно. Однако день рождения они отмечают в разные дни. Как это возможно? Они родились в разных часовых поясах. В одном из них тогда уже наступил новый день. Детектив Бобров ужинал на своей кухне. Вдруг он услышал крики, доносившиеся из соседнего дома. Он поспешил туда. Дверь была открыта. Войдя, он увидел фельдшера, согнувшегося над человеком, который лежал на полу. Увидев детектива, врач воскликнул. Он упал с лестницы. К счастью, он просто без сознания. Я должен отвезти его в больницу. Недолго, думаю, детектив Бобров позвонил в скорую и арестовал мужчину на месте. Почему? По дороге к дому соседей детектив не видел никаких машин. Как же фельдшер скорой помощи здесь оказался? И как он узнал, что кому-то нужна помощь? Вы рождаетесь без них. Они появляются со временем. Через несколько лет у вас их снова нет. Но потом они появляются вновь. Только уже в другой форме. А спустя много-много лет они могут снова вас покинуть. Кто они? Это зубы. Таинственное исчезновение Стивен позвонил в полицию и сообщил, что его жена Лиза пропала. Она позвонила мужу в восемь часов вечера и сказала, что собирается домой. Но до дома так и не дошла. Полиция допросила троих подозреваемых. Эшли, лучшая подруга Лизы, сказала, что только что вернулась из отпуска. Марк, сосед, был уверен, что видел Лизу днем, когда она уезжала на своей машине. А Пол, коллега Лизы, сообщил полиции, что видел женщину вечером в магазине. Кто же из них лжет? Пол что-то знает о местонахождении Лизы. В тот вечер женщина была не в магазине, а в кинотеатре. Звонок в полицию Аманда шла через пустынный парк, когда кто-то ударил ее по голове. Придя в себя, она увидела, что ее сумочка исчезла вместе с телефоном, деньгами и документами. Вокруг не было ни души, кроме одной пожилой дамы. Аманда бросилась к ней, объяснила ситуацию и попросила вызвать полицию. Дама сказала ей не волноваться и начала набирать 112 на своем телефоне. После короткого разговора она сообщила, они будут здесь с минуты на минуту. Услышав эти слова, Аманда бросилась прочь. Почему? Аманда заметила, что на телефоне леди не было сигнала. Как же она могла позвонить в полицию? Очень подозрительная старушка. Свидание Быти была на седьмом небе от счастья после того, как два парня пригласили ее на свидание. Но она понимала, что не может пойти с двумя сразу. Нужно было выбрать кого-то одного. Стивен был ее тайным увлечением. Из богатой семьи, красивый и умный. Она мечтала о нем целый год. Джон тоже был хорошим парнем. Она точно знала, что он добрый и веселый. Девушка оказалась в полной растерянности. Кого же ей выбрать? Есть идеи? Бетти нужно выбрать Джона. Стивен относится к ней несерьезно. У него на шее след от губной помады, оставленный какой-то девушкой. Так что да, лучше выбрать Джона. Необычный кот. Друзья Брайана пригласили его провести летние каникулы в Европе. К сожалению, у парня были серьезные проблемы с учебой. Чтобы наказать сына, отец запер его загранпаспорт в сейфе. Единственный способ для Брайана достать свой документ и улететь с друзьями – это взломать код. Когда Брайан прокрался в кабинет отца, то увидел листок бумаги, приклеенный к сейфу. На нем было четыре рисунка. Роза, радуга, пестрая кошка и банан. Брайан немного подумал и нажал на четыре цифры. Код оказался правильным. И сейф открылся. Что там были за цифры? Два, семь, три, один. Каждая цифра соответствует количеству цветов у объектов на картинке. Взволнованный муж. Мужчина позвонил в полицию. Он едва мог говорить. Моя жена, она попала в автомобильную аварию. Когда приехала полиция, женщину уже доставили в больницу. Детективы выяснили, что она врезалась в дерево прямо возле своего дома. Машина ремонту не подлежала. Один из полицейских осмотрел автомобиль и увидел сумку женщины. Внутри он нашел ее водительские права, ключи от машины, немного денег, банковские карточки, записную книжку и паспорт. После этого муж был немедленно арестован. Почему? Как мог ключ от машины женщина оказаться в ее сумке, если она была за рулем? Хороший вопрос. Найдите вора. Детектив Лоуренс шел по улице и услышал чей-то крик. Он бросился в ту сторону и увидел плачущую девушку-подростка. Что случилось? Я разговаривала со своим другом, когда кто-то выхватил мой телефон и толкнул меня на землю. Когда я пришла в себя, вокруг никого не было, но я заметила, как закрылась дверь кафе. Детектив вошел в кафе, о котором говорила девушка и огляделся. Внутри было пять человек, все они казались довольно приличными. Вы можете выяснить, кто преступник? Это мужчина возле кофейного автомата. Его напиток все еще дымится, значит, он только что купил его. Преступление по соседству. Однажды мистер Мартин позвонил в полицию. Его машину угнали прямо от его дома. Детектив допросил троих подозреваемых. Эрик, подросток, живущий по соседству, сказал, что был в школе и не видел ничего подозрительного. Эмми, молодая художница, снимающая дом напротив, была слишком поглощена работой, чтобы обращать внимание на окружающую обстановку. Но мистер Брэндон, пожилой человек, чей дом был рядом с домом Эмми, заявил, что именно Эрик угнал машину. Мистер Брэндон завтракал, когда увидел, как подросток сел в машину и уехал. Как ни странно, после этих слов полицейские задержали пожилого мужчину. Почему? Единственным, что мистер Брэндон мог видеть из окна во время завтрака, была высокая кирпичная стена. Загадка номер один. Кто виноват? Шерлок Холмс работал над сложным делом. Однажды он просто исчез. Джон Ватсон нашел на своем столе зашифрованную записку. Она выглядела вот так. U плюс один. L плюс один. Z плюс один. Он знал, что у Шерлока было трое подозреваемых. Дэвид, Сьюзан и Эмили. Кто стоял за исчезновением знаменитого детектива? Джон Ватсон расшифровал код. U плюс один равно E. L плюс один равно M. И так далее. Эмили знала, где находится Шерлок. Два. Щедрый дедушка. Джейсон и его дедушка были очень близки. Они проводили вместе много времени. Их любимым развлечением было разгадывать детективные загадки. К сожалению, пожилой человек неожиданно скончался. Адвокат сообщил родственникам, что дедушка тщательно спрятал свои деньги. А он был очень богатым. Тот, кто их найдет, получит все наследство. Джейсон сообразил, что дедушка хотел оставить все ему. Он побежал в дедушкин кабинет и вскоре понял, где искать деньги. А вы догадались? На картине с яблоней, висящей на стене, есть крест. Джейсону нужно искать деньги именно там. Два самых надежных телохранителя короля придумали способ обезопасить своего господина. Король сел между ними, а они встали по обе стороны отправителя, чтобы смотреть в противоположных направлениях. Один смотрел на запад, а другой на восток. В то же время, не используя никаких отражающих поверхностей, они видели короля совершенно отчетливо. Но как? Они встали лицом друг к другу. 4. Нападение на соседа. Детектив Оливер Нортон утром шел на работу и увидел молодого человека, выбегавшего из соседнего дома. Он остановил этого парня, и молодой человек рассказал, что его зовут Пол, и что около 30 минут назад он пришел навестить своего коллегу и увидел, как тот дрался с каким-то мужчиной. Дверь была заперта, и Пол не смог войти внутрь, чтобы помочь. Пока он пытался найти способ проникнуть в дом, преступник успел скрыться. Когда Пол вошел, он увидел своего коллегу, лежавшим на полу кухни, без сознания. Оливер и Пол вошли в дом. Ничего необычного в глаза не бросилось. Однако, осмотрев кухню, детектив арестовал молодого человека. Почему? Пол и был тем мужчиной, который напал на соседа Оливера. Его выдала яичница. За 30 минут, о которых он говорил, она должна была сгореть. 5. Проблема при погружении Вы аквалангист, который самостоятельно изучает морское дно. Исследуя одну пещеру за другой, вы вдруг понимаете, что заблудились. Вы начинаете паниковать, потому что запас кислорода подходит к концу. Внезапно вы видите, что из пещеры, где вы находитесь, ведут три выхода. Но один из них охраняют три гигантские медузы. У второго плавают электрические угри. А в третьем виднеются гигантские китовые акулы. Какой выход выбрать? Нужно выбрать выход, охраняемый китовыми акулами. Они питаются микроорганизмами, фильтруя воду, и совершенно безопасны для людей. 6. Украденный документ В 11 утра Леониду позвонил его друг, владелец юридической фермы. Друг был в отчаянии. Из его кабинета исчез очень важный документ. Накануне вечером бумага лежала на столе, но утром её уже нигде не было. Леонид немедленно отправился в контору, чтобы расспросить сотрудников. Скоро у него появилось три подозреваемых. Илья сказал, что весь предыдущий вечер провёл в кино. Макс ужинал со своей подругой, а Эмма ходила в художественную галерею. Леониду не потребовалось много времени, чтобы понять, кто из них сказал неправду. Это был Илья. Его билет не порван. 7. Правда или ложь Кевин решил навестить свою пожилую тётю, которую не видел уже несколько месяцев. Но когда он подошёл к её дому, то увидел двух мужчин в строительной спецодежде. Они тащили какие-то вещи. «Что вы здесь делаете?» Спросил Кевин. «Мисс Сандерс наняла нас, чтобы мы помогли избавиться от старой мебели. Мы с транспортной компанией «Пик и Керри», – ответил один из мужчин. Кажется, он говорил искренне, но Кевин всё равно почувствовал, что во всей этой ситуации что-то не так. Внезапно он понял, что эти люди – воры. Как он догадался? Возле дома тёти не было служебного фургона, только тёмная машина с тонированными стёклами. Кроме того, почему на мужчинах была спецодежда строителей, если они грузчики? Богатый бизнесмен был отравлен в ресторане. На место прибыла полиция и опросила всех посетителей. Борис сказал, что говорил по телефону со своим братом. Юля сообщила, что стояла в очереди в туалет. Диана ответила, что составляла отчёт для начальника. А Филипп сказал, что уже одевался и готовился уходить. Кто совершил преступление? Это Юля. Помимо неё в ресторане находилось всего три человека, и они были заняты. Очереди в туалет быть не могло. Катерина работала горничной в богатом доме. Однажды она вызвала полицию, попросив приехать как можно скорее. Женщина сообщила офицерам, что хозяева уехали в отпуск. В доме осталась только она. Утром она отправилась в магазин. Когда Катерина возвращалась домой, к ней подбежал мужчина в маске и заставил открыть дверь. Внутри он привязал горничную к стулу, забрал все найденные ценности и скрылся. Женщина начала звать на помощь. Через некоторое время на зов откликнулся случайный прохожий. Он вошёл в дом и освободил её, а затем ушёл, не оставив о себе никакой информации. Услышав историю, детектив арестовал Катерину. Почему? Дом расположен вдали от города, в лесу. Здесь нет случайных прохожих. Вдобавок дом окружён высоким мощным забором. Даже если бы Катерина кричала, никто бы её не услышал. Даша снимает квартиру с тремя другими девушками. Однажды к ней в гости приехала мама. Она дала дочери немного денег. Даша спрятала их под книгу, лежащую на столе, и пошла провожать маму. Когда она вернулась, денег в комнате не было. Девушка решила опросить соседей. Наташа ответила, что только вернулась с пробежки. Вера сказала, что хотела почитать книгу. Она взяла её со стола, а деньги положила в средний ящик. Кира сказала, что заходила в комнату лишь раз, чтобы поискать шарф. Кто взял деньги? Это вера. В столе нет среднего ящика. В одном популярном музее выставили уникальный бриллиант. Неудивительно, что он постоянно находился под охраной. В комнату с бриллиантом впускали лишь небольшие группы. После выхода очередной группы охранники услышали вой сигнализации. Они поспешили внутрь и увидели мужчину, который, по-видимому, сам сильно испугался. Бриллиант был на месте. Мужчину обыскали и обнаружили лишь телефон, кошелёк, зажигалку, бутылку воды и камеру. Его отпустили. Но вскоре было объявлено, что бриллиант украден. Что произошло? Мужчина подменил настоящий камень поддельным. Он вынес бриллиант в бутылке с водой. Две девушки, Таня и Лиза, потерялись в лесу. Через некоторое время каждая из них нашла поляну, на которой росло много ягод. К этому моменту обе сильно проголодались, потому решили подкрепиться ягодами. Для одной из них это станет роковой ошибкой. Для кого? Лиза ест ягоды растения, которому угрожает вымирание. Этого делать не стоит. Однако с девушкой всё будет в порядке. Таня жуёт ягоды, от которых пострадала птица. Это значит, что девушка рискует отравиться. Маша шла по улице, когда в неё врезался незнакомец. Мужчина сразу же начал изменяться. Девушка внимательно присмотрелась к нему и ответила. «Всё в порядке, Марк! Откуда ей известны имя незнакомца, если он не знаменитость, и раньше они не встречались?» Маша знала его имя, так как этот мужчина – брат-близнец её друга. Илье нужно достать документ из сейфа коллеги. Если он этого не сделает, на следующий день его уволят. Задание оказалось весьма сложным. У сейфа есть пароль. Илья не может его подобрать. Это комбинация букв О, Д, Т, Ч, П, Ш, С. Но в ней не хватает трёх символов. Каких? Здесь не хватает букв В, Д, Д. С каждой из этих букв начинаются названия цифр от 1 до 10. Однажды вечером Константин вышел во двор, чтобы съесть ореховое печенье. Он не хотел оставлять крошки внутри дома, так как его жена страдает аллергией на орехи. Но открыв пакет, мужчина обнаружил лишь одно печенье. Константин поговорил с каждым из своих детей. Старшая дочь Алиса возмутилась. «Ты что, не помнишь, что я на диете?» Средняя Кристина ответила. «Я занималась наверху, мне не до печенья». А младший сын Юра сообщил, что помогал маме печь пирог с арахисовым маслом. Кто съел печенье Константина? Это был Юра. У жены Константина аллергия на орехи. Она бы не рискнула печь пирог с арахисовым маслом. Дом богача ограбили. Странно, но похитители не взяли ничего, кроме одной картины. Когда прибыла полиция, растерянный владелец дома сообщил, что купил эту картину на аукционе. Она стоила немного, потому он понятия не имел, почему преступники выбрали именно ее. Вскоре полицейские выяснили, что особенного было в этой картине. А вы догадаетесь? Дело было не в самой картине, а в уникальной, дорогой раме. Четверо друзей отправились в поход в горы. В обед начался ливень, и ребята укрылись в пещере. Друзья решили пройти подальше от входа, чтобы защититься от холодного ветра. Когда они зашли довольно далеко в пещеру, Алина обнаружила, что потеряла телефон. Она попросила друзей поискать его, а сама осталась, чтобы развести костер. Парни вернулись через полчаса. Женя сказал, что в темноте не заметил озеро и упал в воду. Олег сказал, что увидел летучих мышей, до ужаса испугался и побежал назад. Илья сказал, что почти заблудился и очень рад, что ему удалось вернуться. Кто из них повел себя подозрительно? Илья соврал. После падения в воду Женя был мокрый до нитки. Но почему у Ильи мокрые волосы? Выглядит так, будто он вышел на улицу в дождь, но решил не рассказывать об этом друзьям. Леонид вызвал полицию. По его словам, кто-то угнал у него машину, врезался в фонарный столб и сбежал. Он был уверен, что это сделал один из соседей. Полиция опросила троих. Эля сказала, что была на работе и вернулась домой только вечером. Костя сообщил полиции, что помогал отцу выносить с чердака старые вещи. Андрей сказал, что развлекался с друзьями. Они ели пиццу и смотрели новые сериалы без перерыва. Выслушав подозреваемых, полицейские арестовали одного из них. Кто это был? Это был Костя. В его доме нет чердака, он выдумал всю историю. Георгий собирался жениться на Лизе. Любви всей своей жизни. Но незадолго до свадьбы невеста пропала. В ее комнате все было перевернуто. А на кровати лежала записка с наспех начерканными цифрами. 4113439 Георгий знал, что в его будущую жену были влюблены еще три человека. Женя работал ландшафтным дизайнером и часто присылал Лизе красивые букеты. Лев владел заправкой и заправлял машину девушке бесплатно. Алекс был стилистом и помогал Лизе с прической. Все они могли бы рискнуть выкрасть Лизу, чтобы не дать ей выйти замуж. Но виновен был только один. Кто? Георгий перевернул записку и понял, что в ней было зашифровано бензин. Лизу выкрал лев. Тимур годами мечтал о скутере. Он прошел несколько курсов и прочел тонны специализированной литературы. Наконец он скопил достаточно денег, чтобы купить скутер своей мечты. Тимур был так рад, что сразу отправился кататься. Он наслаждался поездкой, но внезапно кто-то столкнул его на обочину. Парень потерял управление и врезался в дерево. К счастью, Тимур был в шлеме и остался невредим, в отличие от его драгоценного скутера. Оглядевшись, он увидел серый форт, исчезающий вдалеке. Эта машина столкнула его с дороги. Тимур был обескуражен. Он проверил скутер. Несмотря на повреждения, тот остался на ходу. Парень сел и поехал. Несколько минут спустя он заметил серый форт, припаркованный у кофейни. Тимур поспешил внутрь и увидел четырех человек. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, кто был за рулем. Это парень, стоящий возле прилавка. Остальные посетители уже едят. Он же только выбирает, что заказать. Наташа пригласила друзей на пижамную вечеринку в дом, где жила с родителями и старшим братом. Единственное, что она им сказала? Не заходите в комнату брата. Макс любит разыгрывать людей. Если вы попадете внутрь, выбраться будет непросто. Гости ели, сплетничали и смотрели популярные видео в ТикТоке, пока одна из подруг Наташи не спросила. Народ, а где Регина? Девочки не знали, что Регина ушла на кухню попить воды. Заблудилась и оказалась в комнате Макса! Дверь захлопнулась за ее спиной. Как она ни старалась, дверь было не открыть. Тогда она заметила кодовый замок с буквами. Регина растерянно огляделась. Хм, а что это за записка на столе? Девушка взяла ее и увидела пять цифр. Три, семь, шесть, девять, два. Немного подумав, она ввела комбинацию букв и выбралась из комнаты. Какой был пароль? Пароль состоял из первых букв в названии каждой цифры. Т, С, Ш, Д, Д. Клара – лучшая ученица в классе. А еще она добрая и дружелюбная. Одноклассникам нравится ее милый характер и то, что она всегда найдет способ помочь на контрольной. В последний раз ее товарищам пришлось непросто. На экзамене по математике ввели новые правила. В школе не было никого, кроме учеников и нескольких учителей. Библиотеку, кафетерий и спортзал закрыли. Учеников попросили оставить телефоны в специальном шкафчике. Разговаривать запретили. И в туалет выпускали строго по одному. Учитель проверял уборную после каждого ученика. Даже туалетную бумагу. Одноклассники Клары заранее пришли в отчаяние. Они думали, что завалят экзамен. «Не волнуйтесь», – сказала Клара. «У меня есть идея». Когда раздали результаты экзамена, у всех оказались пятерки. Учитель знал, что школьники списали. «Но как?» Клара вышла в туалет первой. Она написала правильные ответы пальцем на запотевшем зеркале. Одноклассники могли прочесть их, подышав на зеркало. Просто как все гениальное. Пролитый чай Софья отправилась готовиться к университетскому экзамену в кофейне. Она заказала чай с молоком и села за столик. Через 10 минут девушка отлучилась в туалет. По возвращении ноутбук не включался, а чашка была пуста. Кто-то вылил чай на компьютер и убрал за собой. Софья позвала менеджера, рассказала ему, что случилось, и они выделили троих подозреваемых. Бористо сказал, что был завален работой и ничего не видел. Управляющий сообщил, что ему жаль, что компьютер залили чаем с молоком, и он посмотрит, покрывает ли эти затраты страховка. Шеф Бористо тоже сказал, что ему жаль, что ноутбук залили молочным чаем и обещал приготовить еще один, пока едет полиция. Менеджер кофейни сразу же понял, кто это сделал. Это был управляющий. Он не должен был знать о молоке в чае, поскольку преступник замел следы. Заказ мог помнить только тот, кто его приготовил. Пропавший телефон. Мы снова в кофейне. На этот раз Слава забыл телефон на столе, когда уходил. Когда он заметил это и вернулся, телефона уже не было. Увидев парня, выбежавшего на улицу, Слава погнался за ним. Догнав его, Слава сказал, «Я потерял свой девайс, вы его случайно не прихватили?» Парень ответил, «Понятия не имею, где ваш телефон, я просто зашел за кофе». Слава сразу же позвонил в полицию. «Почему?» Он сказал, что потерял гаджет. Это могло быть что угодно, от умных часов до камеры. Парень знал, что речь о телефоне, потому что его прикарманил. Куда делся пекарь? Логово капкейков. Местный магазинчик, который знаменит своими вкусными, угадали, капкейками. В понедельник утром главный пекарь пропал, и магазинчик не смог доставить 200 капкейков, обещанных ко дню рождения. Владелец магазина позвонил в полицию, и та задержала троих подозреваемых. Помощник сказал, что ходил купить глазурь. Когда он вернулся, пекаря уже не было. Официант сообщил, что убирал беспорядок, возникший при приготовлении 200 капкейков. Менеджер заявил, что встречался с новым поставщиком, чтобы договориться о поставке вяленой говядины. Детективы сразу поняли, кто лжет. А вы догадаетесь? Это менеджер. Кому нужна вяленая говядина в магазинчике капкейков? Последний вопрос викторины. Макс принимал участие в телевикторине, и ему оставалось ответить на последний вопрос, чтобы выиграть 50 тысяч долларов. Он устал и решил позвонить лучшему другу, Лёше, и попросить о помощи. Ведущий спросил, Что получится, если переставить буквы в слове и краткое? И, Х, Т, И. Страна, город, большая гора или океан? Лёша ответил правильно. А вы сможете? Океан. Если переставить буквы, получится слово «тихий». Где он прячется? Однажды утром Михаил исчез, и его семья позвонила в полицию. Детективы всё обыскали и опросили 15 человек. Никто из них не врал. Сын Михаила, Женя, нашёл записку отца, в которой было сказано «Если любишь, найдёшь». Женя отправился в офис отца, чтобы найти ответ. Осмотрев помещение, он сразу понял, где прячется Михаил. А вы угадаете? На стене висит рамка с фотографией отца у хижины. И на ней нарисован круг. Мужчина прячется там. Подводная пещера Саша только что получила сертификат кейв-дайвера. И решила потратить вечер на исследование опасных подводных пещер в океане. Сворачивая налево и направо, она заблудилась. У неё не было времени искать путь назад, и она решила продолжить плыть вперёд. Наконец она наткнулась на три прохода. В первом было 45 голодных пираний. Во втором – большая белая акула. А в последнем – огромная куба-медуза. Какой путь безопаснее? Первый – пираньи, пресноводные рыбы. Они не могут выжить в солёной воде. Фургон Света поливала цветы у дома, когда заметила троих одетых в чёрное парней, выносивших электронику из дома соседа. Она спросила, что происходит. И парни сказали, что они из транспортной компании и помогают с переездом. Света сразу же позвонила в полицию. Почему? На фургоне не было номеров, а транспортная компания перевозит не только электронику, но и другие вещи. Побег из тюрьмы Однажды утром детектива Иванова вызвали в тюрьму строгого режима, чтобы выяснить, как троим заключённым удалось сбежать. Они не виделись и не разговаривали, но вместе организовали побег. Утром, в обед и вечером они ходили в душевую. В каждый период времени туда пускали только одного человека. Как преступникам удалось договориться избежать? Они писали послания на зеркале, читали их с помощью пара и в итоге спланировали побег. Вас похищают и запирают в тёмной пещере. Ваша задача – выбраться и не попасться. Перед вами четыре двери разных цветов. Красная ведёт в открытый космос, где совсем нет воздуха. За жёлтой дверью находится резервуар с водой, где плавает большая белая акула. Синяя ведёт на 66 миллионов лет назад, во времена, когда огромный астероид упал на Землю и привёл к вымиранию динозавров. А фиолетовая дверь ведёт к красивому острову с бесконечными пляжами и изобилием вкусной еды. И тут вы замечаете на стене подсказку. Надпись гласит «Выберите дверь, цвет которой не является основным». У вас есть 10 секунд, чтобы сделать правильный выбор. Вам нужна фиолетовая дверь. Красный, жёлтый и синий цвета являются основными, а фиолетовый входит в состав вторичных. Готовьтесь наслаждаться пляжами и деликатесами. Вам удаётся сбежать, и вот вы на красивом острове. Там вы встречаете человека, который попал в беду. Он рассказывает, что его брата похитил злой математик. Единственный способ спасти брата-незнакомца – разгадать загадку. Вы спешите на место происшествия и пребываете ровно в три часа дня. Там вас встречает сердитый математик. «Если ты вычислишь высоту моей башни, то вместе с моим пленником получишь свободу. Если же не угадаешь, останешься в заточении навсегда!» Предлагаю три варианта инструментов для расчётов. Несколько длинных палок, твоя тень или длинный канат, свисающий из башни. У тебя 9 секунд. Не зная длину палок или каната, даже если она совпадёт с высотой башни, вам задачу не решить. Лучший вариант – ваша тень. Вы знаете свой рост и можете посчитать, сколько раз ваша тень вписывается в тень башни. Умножьте это число на свой рост, и получится правильный ответ. Теперь, когда всё в порядке, вы отправляетесь на отдых в отель. Вдруг к вам звонит управляющий рестораном и просит помочь. Сотрудники сообщили, что сегодня выдался довольно тихий вечер, и ресторан закрылся пораньше. Перед самым закрытием управляющий попросил сотрудников прислать фото пустого заведения. Вот фото, которое я получил. В ресторане никого нет, но мне кажется, что что-то не так. Можете помочь мне разобраться, в чём дело? У вас 8 секунд. Изображение было обработано в фотошопе. Сотрудники удалили с фотографии всех людей, но забыли убрать со стола чью-то руку. Не успели вы подняться в номер, как вас вызывает в свой кабинет менеджер по персоналу? Ей нужна помощь с заявками на вакансию секретаря. Она ищет сотрудника, который свободно говорит на нескольких языках, хотя не учил их специально. Менеджер сузила список кандидатов до трёх человек, но только один из них говорит правду. Сара из Бельгии, и она говорит на нидерландском языке. Люси из Швейцарии, и она говорит по-шведски. Мария из Монте-Карло, и говорит на итальянском. У вас 7 секунд, чтобы понять, кто говорит правду. Сара. В Бельгии говорят на нидерландском, французском и немецком языках. В Швейцарии в основном говорят на немецком и французском. А в Монте-Карло – на французском. Пора, наконец, немного отдохнуть. О, нет. Лифт, в который вы заходите, оказывается ловушкой, и он везёт вас прямо в подвал. Там вы видите три двери. Первая дверь ведёт в тропический лес Амазонки, полный анаконд, электрических угрей и ядовитых лягушек-древолазов. Вторая – к атлантическому циркумполярному течению, самому большому и мощному в мире. А за третьей дверью находится вулкан Мауна-Кеа на Гавайях. Это самая высокая гора в мире, если считать от уровня морского дна. Только один путь ведёт в безопасное место. Какой? У вас есть шесть секунд. Вам следует выбрать третью дверь. Мауна-Кеа – спящий вулкан, и он перестал извергаться сотни тысяч лет назад. Там вы будете в безопасности. Вы попадаете в пещеру, и вам нужно отыскать путь в свой номер. Но вдруг свет меркнет, и вы слышите, как на пол опускаются решётки и лязгают цепи. Вы на ощупь стараетесь понять, куда идти, и натыкаетесь на точки на деревянной поверхности. Вы проводите по ним пальцами и понимаете, что это шрифт Брайля. Надпись гласит «Один из трёх волшебных грибов, что лежат на столе, поможет тебе выбраться. Хорошенько подумай, иначе застрянешь здесь навсегда». Гриб слева сделает вас невероятно сильным и подарит способность исцеляться. Тот, что посередине, вернёт свет, и вы сможете видеть, что находится вокруг. Гриб справа сделает вас маленьким и невидимым. У вас есть 5 секунд, чтобы выбрать правильный гриб. Свет и невидимость вам никак не помогут. Лучше всего выбрать гриб, который дарит силу и способность исцеляться. Так вы сможете рушить стены и решётки, пока не выберетесь на свободу.